Всем привет! Это дневники черного копателя с Новым годом. Только что я посмотрел обращение министра обероны, или как-то министр обороны Украины, имя, не знаю, Резников, фамилия этого человека, который обратился к россиянам, понимаете? Удивительный, интересный жанр, понимаете? Ладно бы, как Зеленский, президент Украины, обратился к россиянам или к своим громадянам, но тут мы видим, что министр обороны Украины на русском языке, на чистейшем, надо сказать, русском языке, на чистейшем русском языке обратился к россиянам. И сказал буквально следующее интервью, точнее, не интервью, а его обращение длится 8 минут 27 секунд, и он до нас довел следующее, что у нас, у вас одна неделя, то есть у нас одна неделя. Знаете, это вот настолько вот странно, да, само по себе, что министр обороны обращается к россиянам и говорит, и предупреждает, у вас неделя, берегитесь, я хотел бы вас сберечь, потому что в течение следующей, через неделю, российская власть начнет новую волну мобилизации, и вас отправят на фронт, значит, вы станете пушечным мясом, вы будете уничтожены. Ах, Резников, Резников, самое главное, что он еще, знаете, какой фон для него выбрали, фон выбрали, значит, киевская вот эта родина-мать со щитом и с мечом. Она стоит там в центре Киева, вот, на берегу Днепра, на правом берегу Днепра, на высоком, и, значит, лицом обращена вот на левый берег, соответственно, там, где вот Россия, и вот на левом берегу там районы Киева освещены, знаете, замечательно так, ярко, еще довоенная, видимо, фотография какая-то, вот, старенькая такая. Но на самом деле сейчас Киев выглядит совершенно не так, он выглядит темным, лишенным света, лишенным освещения, все там темно и ужасно, и голодные, и холодные, все там несчастные. И министр обороны такой, только видно, что фамилия Резников и министр обероны, лысая башка такая в очках с бородой, вот, похож на какого-то функционера или бухгалтера какого-то, на военного он не похож, вот. Но говорит на чистом русском языке, надо ему отдать должное. Вот первая ложь, то, что он на фоне огней Киева, огней там нет. Он там успел много чего наговорить за эти 8 минут 27 секунд, но самый главный его месседж, это то, знаете, вот, ну, представьте себе, вот, как можно верить человеку, человеку, который воюет с нами, и который говорит, не идите вы воевать, потому что вы погибнете, не ходите, сохраните себя, свою жизнь, здоровье, руки, ноги, не воюйте вы. То есть он, так сказать, заботится о россиянах, обо всех нас, чтобы мы не погибли случайно, знаете, как, не ходи, мой не купаться, утонешь, больше в море купаться не будешь. Вот такая вот история, понимаете, Резников. Кстати, довольно-таки специфическая фамилия Резников. Уж не, так сказать, соплеменник Леон Зеленского, таки, я не знаю, но очень даже похоже, судя по внешнему виду, что таки да. Ну, так вот, и, в принципе, все-то он, как бы, грамотно так излагает, потому что ему написали специалисты по психологическим операциям. А это обращение не что иное, как именно психологическая операция, чисто конкретная. Ну вот, но он облажался, знаете, в чем? В одном они облажались. Когда он сказал, что вот не ходите, не воевать, то, что вроде понятно, как бы, человек заботится о вас. Но в конце он сказал, что все равно вы, говорит, все ответите, кто пойдет и кто не пойдет. Все ответите, все будете платить Украине репарации. Надо так полагать, что, как бы, Украина уже победила, да, и нам придется всем раскошеливаться, платить репарации, да. Да, ну сначала победи нас, как говорится, приди и возьми. Резников, Резников, да. Ну и он сказал, ну что, платить меньше будут таки те, кто не ходил в армию. А те, кто в армию пошел, вот те будут по полной отвечать перед высшими, так сказать, силами. Я не понимаю, кто его назначил вот этим вот судьей или даже посредником между нами и высшими силами. Ну да бог с ним, с этим Резниковым. Персонаж, конечно, примечательный совершенно, с тройным подбородком и с этими ушами на лысой башке. Вот. Наверное, он хороший папа, там дедушка, судя по его приличному возрасту. Может быть, он даже хороший начальник своим подчиненным, но что-то как-то, как, как сказать, как представитель или участник психологической спецоперации, он не важнецкий. Не важнецкий. Вот Жванецкий бы, тот бы хорошо бы разъяснил бы, не допустил бы ошибок. А вот этот Резников, он не важнецкий. Вот. Поэтому я думаю, что провалилась, конечно, эта операция, значит, психологически-информационная у нашего врага. И дело, знаете, в чем, в чем, собственно, вся загвоздка-то, почему провалилась? Потому что очень много людей сами готовы идти воевать. Вот он спрашивает, спросите себя, за что вы готовы пойти воевать? Резников, многие люди готовы пойти просто воевать, потому что мы воины, мы нация воинов. Вот, Резников, ты этого не понимаешь. Мы не за что-то воюем, не за что-то, как ваши соплеменники. Мы воюем просто потому, что мы воюем. Ну, просто потому, что мы воюем. Не за что-то. Вот так вот. Резников, передайте Резникову, кто там знает, слышит, если есть у него какая-то теория шестерокопожатия, давайте попробуем это все. Передайте ему, что русские воюют не потому, что, или за что-то, или за что-то, или почему-то. Русские воюют просто потому, что они воюют. Не надо было русских, так сказать, обижать. Обижать не надо было русских. И вот это москаляку, нагеляку, все такое, не надо было этого делать. Вот, Резников, в следующий раз, когда, ну, ты, наверное, убежишь, успеешь убежать из Киева, когда туда придут русские, и не ответишь за свой базар. Но когда ты окажешься, о, ба-бах, праздничный салют, наблюдаю в эти секунды. Красота. А в эти минуты, я думаю, вот в эти дни, тот же самый Резников наблюдает в Киеве совершенно не праздничный салют. И от тех вот хлопков, ба-вовна, которые, значит, он видит, слышит, лицезреет и наблюдает, я думаю, что с каждым хлопком ему становится темнее, холоднее и унывнее. У меня на этом все. Спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok